Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В сегодняшней беседе на библейском интернет-портале экзегет.ру мы поговорим еще об одном знаменитом доказательстве бытия Бога. Вообще, когда речь заходит о доказательстве бытия Бога, имеется в виду обычно доказательство от наблюдения за внешним миром. Ведь, как сказано в послании святого апостола Павла к римлянам, вечная сила его и божество от созерцания творений видимы. О такого рода доказательствах мы с вами уже говорили в одной из наших бесед. Но творение Божие – это не только внешний, окружающий нас мир. Человек – это тоже творение Божие. И душа человека также сотворена Богом. Причем, как мы знаем, душа человека – это наивысшее творение. Это образ и подобие Божие. И, наверное, отсюда можно сделать простой вывод. Именно в душе человека мы с большей легкостью и с большей точностью можем увидеть следы существования Бога. И поэтому зададимся вопросом, а нельзя ли построить еще одно доказательство бытия Бога, основываясь на самопознании, на наблюдениях за нашей душой? Такие доказательства есть. И самым известным из них является нравственное. И, как и доказательства, отпирающиеся на наблюдения за внешним миром, нравственное доказательство также впервые излагается в Священном Писании. Конечно, там оно не называется доказательством. Но мысль, которую говорит апостол Павел, также в послании к римлянам, вполне намекает именно на это. Давайте прочитаем эту фразу. Это послание к римлянам, 2 глава, 12 стих. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона, оправданной Богом. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Ключевая мысль этой фразы – мысль о существовании нравственности, о существовании нравственного закона даже среди тех народов, которые не были просвещены откровением Божиим, как иудеи. Не случайно эта фраза встречается именно в послании к римлянам. К римлянам, то есть к язычникам. Оказывается, и среди язычников есть порядочные люди, есть люди высоконравственные. А в дальнейшем тексте святого апостола Павла мы читаем обличение иудеев, людей, которым был дан закон, но они его не соблюдают и тем самым позорят тот самый закон перед лицом язычников. Получается такая странная ситуация. Язычники, не имея закона, по закону делают, а иудеи, имея закон, не делают по закону. О каком же законе здесь идет речь? Мы с вами привыкли под законом понимать законы природы. Законы физики, химии, биологии, теоремы математики и так далее, объективные законы, существующие независимо от человека. Но в данном тексте речь идет о другом законе, о законе нравственном, о том законе, который существует только в душе человека. И проявляется этот закон тогда, когда пробуждается в человеке его совесть. Совесть, которая показывает человеку, что он поступил неправильно, то есть он нарушил закон. Оказывается, есть закон, который можно нарушить. Это закон нравственный. И наличие его, наличие этого объективного, независимого от человека закона, говорится именно в нашем голосе совести. Кто же законодатель? Каков закон? Каков его характер? Что он нам говорит? И почему мы говорим о том, что этот закон это именно закон Божий? Этот закон установлен только Богом. Собственно, в этом и состоит смысл того рассуждения, которое принято называть доказательством бытия Бога. То есть, в данном случае доказательством бытия Бога является существование совести в человеческой душе, а совесть проявляется как некоторое наше субъективное чувство, которое проявляется в случае нарушения объективного закона, закона нравственного. Ну и что скажет наш оппонент, человек неверующий, материалист? Существование нравственности давно объяснено философией. И таких объяснений даже можно назвать несколько. Ну, самых главных из них, наверное, два. Существование закона нравственности это примерно то же самое, что биологический инстинкт в животном мире. Он даже выражается известной поговоркой «ворон ворону глаз не выклюет». Есть заложенное в природе правила поведения. Хищники поедают травоядных, травоядные убегают от хищников, но хищник сам своего сородича не будет поедать. Это заложено в его природе, в его генах. Вот точно так же говорят биологи и проявляется нравственность в человеке. Она заложена в его генах. Поэтому человек не может убивать другого человека, а если убивает, то это проявляется в его чувстве совести. Ошибочность такого рассуждения вполне очевидна. Закон в природе имеет характер обязательный. Ворон ворону действительно глаз не выклюет. Волк не будет охотиться на волка, когда есть вокруг зайца. Поэтому этот закон имеет характер действительно необходимого, природного. Поэтому он и заложен в генах. А закон нравственного поведения человека, увы, к большому сожалению, мы очень часто нарушаем. Если бы он был действительно генетически определяющим наше поведение, то среди людей нарушения этого закона мы не наблюдали бы. Так что генетика здесь совершенно ни при чем. Хорошо, говорят нам наши оппоненты, может быть, генетика и ни при чем, но зато при этом теория эволюции. Эволюционный процесс, который длился многие сотни тысяч лет, выработал в животном мире определенные правила поведения, нарушая которые, животное погибает. если волк вдруг станет травоядным, ну, конечно же, он погибнет, потому что его желудок не может переваривать траву. Он не может не питаться зайцами, антилопами и другими животными, живыми существами. Поэтому эволюция, если таковая была, разумеется, если мы согласимся условно с нашими оппонентами, эволюция могла только сделать так, чтобы выживали сильные волки и быстрые зайцы. А в человеческой природе почему-то совершенно другой механизм. Люди заботятся о слабых, считая, что если ты не помог слабому, не защитил от грабителя, убийцы, невиновного человека, ты поступил подло, ты поступил безнравственно. Опять же здесь просыпается не какая-то эволюционная закономерность, которая действует для выживания сильнейшего. Наоборот, как только мы становимся на эту позицию выживания сильнейшего, мы содрогаемся, мы содрогаемся от тех последствий, которые наступают после этого. Так можно оправдать любое преступление. Вот под такой идеологии несколько десятков лет нацизм пытался захватить мир, утверждая, что есть только высшая раса, которая достойна существования, а низшие расы должны быть или уничтожены, или стать их рабами. Весь мир до сих пор содрогается от такой бесчеловечной идеологии, которую в определенных кругах называют социал-дарвинизмом. То есть тот же самый дарвинизм, то же самое чувство выживания наиболее сильного, в том числе экономически наиболее подкованного, эта идеология, продолженная на общество, порождает страшное, ужасное преступление. Так что с теорией эволюции тоже не все согласно, хотя возникает в современном обществе, в современной науке даже такое направление, которое называется этология. Слово этика многих уже смущает, как философское какое-то положение, но философия это же не наука, считают ученые, поэтому давайте создадим этологию, учение о поведении. О поведении неважно кого, муравьев, волков, зайцев, человека, все это выводится из его эволюционной биологической природы. Одним из создателей этологии как науки был австрийский ученый Конрад Лоренц, написавший книгу «Агрессия» с подзаглавием «Или так называемое зло». Понимаете, вот заглавие все раскрывает «так называемое зло». Зла нет. Мы же не будем обвинять волка за то, что он съел зайца. Мы будем говорить, нормальный волк съел больного зайца, поэтому он помог и зайцам в том числе очистить их популяцию от больных зайцев, а здоровые разбежались. Остались здоровые зайцы и здоровые волки. Закон эволюции. А если одна великая нация победила другую великую нацию, это тоже закон эволюции? Тоже зла нет. Если бандит на улице ограбил девушку или ребенка, это тоже закон эволюции? Тоже зла нет. Действительно, не хватает зла на такого рода теории. Но философы тоже не сидят сложа руки и говорят, конечно, наука может не все объяснить, но зато объясняет философия. Это общественный договор. Появился даже такой термин благодаря английскому философу Томасу Гоббсу общественный договор. Люди притирались многие годы друг к другу. Люди понимали, что если каждый из нас будет вести себя безнравственно по отношению к другим людям, убивать их, отнимать у них собственность, то и в отношении его самого тоже может быть совершено такое же действие. Его тоже могут убить, у него тоже могут отнять его вещи. Поэтому люди постепенно сотнями, может быть тысячами лет притираясь друг к другу, как бы внутри себя договорились. Давайте не будем убивать. Тогда и я буду чувствовать себя в безопасности. Давайте не будем воровать, отнимать друг у друга жен, прелюбодействовать, лгать и так далее. Это общественный договор. Он нам выгоден. такой эгоизм. Или, как скажут французские просветители, а вслед за ними русский философ Николай Чернышевский, такой разумный эгоизм. Порядочный человек это прежде всего эгоист. Только он разумный эгоист. Он не убивает ближнего не потому, что он любит ближнего, а он себя любит. Не хочет сесть в тюрьму, не хочет заслужить смертную казнь или просто расправу где-нибудь в тёмном месте. Нет нравственности. Есть постоянный, везде действующий эгоизм. Но на это тут же находится возражение. Хорошо, допустим, действительно, многие нормы нравственности действуют именно потому, что существуют некоторые уголовные нормы. есть полиция, есть суды, тюрьмы. Никто не хочет попасть туда. Поэтому мы действительно не делаем этих преступлений. Но а ведь бывают случаи, когда преступление совершено идеально. Вот Фёдор Михайлович Достоевский в знаменитом романе «Преступление и наказание» касается именно этого вопроса. Вот Родион Раскольников, который вдруг задумался, а является ли нравственность объективным качеством, присущим всем людям? Может быть, нравственность это именно удел только толпы, а он не тварь дрожащая. Он имеет право нарушить нравственность. Но нарушить нравственность вполне, по логике Родиона Раскольникова, вполне возможно, потому что это не объективная норма. Да, даже Родион Раскольников не может нарушить закон тяготения, потому что это объективный закон. Но закон нравственности это просто некоторое правило, придуманное для управления толпой. И руководимый этой идеей Родион мы знаем, что сделал. Он совершил идеальное с его точки преступление. Он убил старушку-проценщицу, никчемную старушку, которая никакой пользы для общества не приносит, убил случайного свидетеля, забрал деньги, не был замечен рабочими, вынес деньги, положил под камень, никто не заметил. Идеальное преступление. И почему же в конце концов Родион Раскольников идет с большей радостью на каторгу? Что ему не дает жить? Совесть. Совесть, она одна показывает ему его собственное преступление. Наказание, которое получает Родион Раскольников, для него гораздо более радостно, чем обладание этими самыми ненужными ему, как выясняется, деньгами. Совесть объективна оказывается, от нее не убежишь. Можно убежать от свидетелей, можно убежать от следователя Порфирия Петровича, можно убежать от полиции, от тюрьмы. От себя не убежишь. От закона нравственности он оказывается объективным. Ну, как же объективным, скажет наш оппонент. Но, подождите, есть множество разных народов, у которых совершенно различные законы нравственности. Мы осуждаем, скажем, жертвоприношение язычников, которые для них были вполне нравственными. Мы осуждаем преступления нацистов, а для нациста, скажем, было нравственным убивать евреев, покорять другие народы. Нравственность это то, что придумано в разных народах, и поэтому эти принципы разные. да, в каких-то положениях они разные, но есть основополагающие принципы, которые объединяют все народы. Нет ни одного народа, который бы хвастался трусостью. Нет ни одного народа, который хвастался бы предательством. Вот не случайно каждый человек, проявив какую-нибудь нехорошую черту, скажем, ту же самую трусость, потом будет оправдываться. Потом будет говорить, нет, я не трус, у меня на самом деле хитрый план, я не убежал с поля боя, увидев опасность, я скрылся, чтобы потом напасть на врага с тылу, будет он врать. Почему? А потому что он понимает, что трусость, в каком бы народе он ни жил, в греческом, в китайском, в дор Рождества Христова, в современном обществе не важно. Но это всегда преступление против нравственности. А как она проявляется, это уже детали, касающиеся каждого народа. Читая великого французского философа Мишеля Монтэня, я нашел у него один эпизод, который меня поразил. оказывается, пишет Монтэнь, существует некоторое племя, которые не хоронят своих родителей, а их поедают. У меня волосы на голове встали дымом. Как так можно съедать своих мертвых родителей? А потом успокоишься немножко, я подумал. А ведь они поступают логично и по их нормам нравственно. С их точки зрения, то, как мы поступаем с нашими родителями, это же ужас. Мы закапываем в землю, отдаем тела наших любимых родителей червям на гниение, а они поступают нравственно. Они продолжают жизнь своим родителям. Да, их тело уже недвижимо, но если я съем своего отца или мать, рассуждают они, они станут частью моего тела и я дам им таким образом жизнь. То есть что объединяет нас с этими племенами? Одно, к родителям, даже умершим, надо относиться с уважением, надо относиться с почестью. Родители им уже все равно, съедят их или похоронят сырую землю, это нам нужно. Мы должны показать для самих себя, что мы родителей любим. Так что нет, наши оппоненты, утверждающие, что законы нравственные придуманы людьми, и поэтому в каждом народе, в каждую эпоху эти законы различны, неправы. Они различаются в деталях, но в главном мы все-таки согласны. Надо любить родителей, надо любить родину, надо стремиться к добру, к благу. Не случайно мы спорим друг с другом, когда нам кажется, что кто-то поступил неправильно, а другой человек оправдывается. Нет, почему ты меня обвиняешь? Я на самом деле поступил правильно. Спор невозможен, если нет общей точки зрения. Как невозможен спор, скажем, в математике, потому что есть четкие математические правила, поэтому те, кто спорят, действительно хотят найти истину. Также и спор в области нравственности. Спор, который часто принимает форму ссоры. Почему существует ссора? А потому что каждый из ссорящихся утверждает, что именно он прав, а другой, его оппонент, не прав. То есть оба, опять же, убеждены в существовании объективной нравственности, объективного добра, объективного критерия, мерила нравственного поведения, которому мы и должны соответствовать. Вот самая простая, самая старая форма такого доказательства существования Бога. Конечно, здесь нет рассуждения именно о Боге, как о Творце, как о Личности, просто мы говорим о существовании объективного нравственного закона. В этом достоинство этого рассуждения древнего, восходящего еще к тексту Священного Писания, но в этом и его некоторый недостаток в слишком таком общем характере. Более того, недостаток этого рассуждения может увидеть каждый человек в том плане, что, скажем, мы, откуда мы знаем, что все люди имеют чувство совести? Есть масса бессовестных людей, людей, которые совершают преступления и только лишь радуются тому, как они удачно провели какого-нибудь наивного человека. Вот мы говорим, этих людей нет чувства совести, они бессовестны. Конечно, это тоже доказывает существование объективной нравственности, иначе не было бы у нас такого права обвинять этих людей в отсутствии чувства совести. Но, тем не менее, мы видим, что это доказательство строго говоря доказательством не является. это скорее такая интуитивная логика умозрения, которая просто показывает нам, что мы должны действовать в соответствии с нормами. Понимаете, вот в этом еще главное отличие, почему мы не согласимся с биологами, неважно, генетики это или эволюционисты, которые утверждают, что законы нравственные написаны в генах человека. Нет, закон нравственности это закон, который предписывает поведение. Гены определяют нашу биологию, часто наш внешний вид, даже наш характер может быть, но нравственное поведение они не определяют, потому что нормы нравственности нормативны, они предписывают, как мы должны поступать, а не как фактически мы поступаем. Вот даже у меня был однажды спор с одним студентом, материалистом, который, не знаю, может быть, ради такого спора занял позицию человека, отрицающего всякие нормы поведения, признающего только биологические принципы, только законы, определяемые генетикой, теорией эволюции и так далее. Ему казалось, что он загнал меня в тупик, потому что на любое мое возражение он говорил, нет, это запределено нашими генами, теорией эволюции и прочее. Тогда я предложил ему такой аргумент. Говорит, представьте себе, что я скажу вам, да, я не знаю больше никаких аргументов и вы меня вывели из себя. Сейчас подойду к вам и ударю и посмотрю на вашу реакцию. Вот если вы последовательный материалист, если вы действительно считаете, что все мое поведение заложено у меня в генах, вы не имеете права реагировать, как обычно реагируют люди. как вы отреагируете? Очевидно, вы скажете, да вы хулиган, да вы безнравственный человек, да как вы можете, то есть вы предполагаете существование некоторых норм поведения, которые я в данном случае безусловно нарушил. А если вы последовательный материалист, то вы скажете, ну что ж, такое поведение у человека. как мы не обижаемся на упавшую на человека ветку, если он шел по улице, он скажет, ну надо было идти не под этим деревом, слишком оно такое уже старое, ветхое, я сам виноват, что пошел по такому опасному пути. Дерево здесь не виноват. Так что в любом случае свобода, вот что определяет наше поведение, свобода. Вот с этого, кстати, начинает свое знаменитое нравственное доказательство бытия Бога немецкий философ XVIII века Эммануил Кант. Обычно нравственное доказательство бытия Бога связывают с именем именно этого немецкого философа, хотя справедливее сказать, как мы уже говорили, о долгой предыстории этого доказательства. Но Кант его совершенствует, показывая, что любое поведение, даже человека бессовестного, все равно приводит нас к выводу о существовании Бога. Почему? А потому, что прежде всего мы говорим о свободе, как о условии существования нравственности. Мы не обижаемся на тучи, которые принесли дождь и плохую погоду, но обижаемся на человека, который сделал нам зло, а не добро. Тучи движимы потоками воздуха, они не свободны, а человек мог бы поступить хорошо, а почему-то поступил плохо. Почему? А потому, что он нарушил тот самый объективный нравственный закон, а нарушить он может только потому, что он обладает свободой. Вот это главное, первое условие. Даже если мы возьмем какую-нибудь бесчеловечную идеологию, тех же самых нацистов, но ведь они тоже говорили, если ты не убил еврея, ты поступил плохо, ты должен был это сделать, если ты нормальный нацист, нормальный ариец. Искаженная нравственность, но она тоже опирается на наличие свободы. А наличие свободы, продолжая далее Кант, приводит нас к одному очень важному следствию, к наличию у человека души. Ведь если бы у человека было только тело, то тогда человек действительно не был бы свободным, как в том самом моем примере в споре с моим студентом. Да, я полностью определялся бы физическими, химическими, биологическими и прочими законами, которые определяют движение вещей в материальном мире. Поэтому мое тело поступало бы так, как следует из законов природы. И тогда никакого нравственного обвинения или, наоборот, поощрения, хвалы не должно было бы быть. Как мы не хвалим дождь, который вовремя пролился на уже засохшие поля, или не ругаем, или не хвалим солнце, которое дает нам погожие деньки. А вот человека мы действительно и ругаем, и хвалим. Почему? А потому, что, значит, в нем есть нечто не подчиняющееся законам природы, которое носит детерминистический характер. Значит, в нем есть нематериальная сущность, то есть душа. Это второй вывод, который делает Кант. В существовании в человеке нематериальной сущности. Но она не просто есть душа нематериальна, она оказывается бессмертна. Почему она бессмертна? А потому, что в человеке есть тот самый нравственный закон, который Кант называет словом «долг». В каждом человеке постоянно звучит слово «ты должен». Постоянно. Ты должен не то, что соблюдать законы, установленные обществом, служить в армии, переходить улицу на зеленый свет и так далее. Нет. Ты должен перед собой, перед своей совестью быть нравственным. Вот это чувство долга мне постоянно говорит. Каждую мгновение, каждую секунду ты не то слово сказал, ты не так посмотрел на своего собеседника, от вчера ты вообще поступил подло, надо было бы извиниться. то есть в нас действует некий закон, который Кант называет категорическим императивом. Он категорически, даже не допуская никакого спора, приказывает императивно нам, поступает так и только так, чтобы максима твоей воли могла бы стать принципом всеобщего законодательства. иначе говоря, чтобы твой любой поступок мог быть возведен в рамки всеобщего общечеловеческого закона. А возможно ли такое поведение? Конечно же нет. Мы люди слабые. Мы можем поступать нравственно, честно признаемся, далеко не всегда и постоянно оправдываем себя за грехи. Мы не можем быть совершенными. Но почему наша совесть нас постоянно обличает? Нам постоянно говорит, вот ты опять сказал не то слово, вот ты опять поступил не так, как должен был бы поступить. То есть голос совести обличает меня постоянно. Он меня постоянно заставляет поступать совершенно. Вот на что обращает внимание Кант. В каждом из нас есть это самое чувство святости. Так он называет святость, условно говоря, это такое поведение, которое полностью соответствует категорическому императиву. Понятно, что в таком понимании свят только Бог, показывает Кант. Но и поскольку каждый человек, обличаемый чувством совести, показывает, что ты должен постоянно соответствовать этому чувству, этому закону святости, значит, я могу. Природа человека не требует от него сверхъестественного. Никто не будет обвинять меня за то, что я не пробежал стометровку за три секунды. Нет у человека таких сил. а вот долг требует от меня постоянного нравственного совершенства. Если бы это нравственное совершенство было придумано человеком, как считают материалисты, то тогда оно бы требовало от меня самого малого. Иногда не воруй, по мере сил не убивай, старайся не обманывать. Она нам говорит, нет, не укради, не убей и так далее и так далее. Значит, человек совершен. В своей возможности мы можем быть совершенными, как опять же говорится в Евангелии. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Собственно, та же самая мысль, она сказана и Эммануилом Кантом, только в другом смысле. Мы можем быть совершенными, следовательно, мы выше природы, мы имеем бессмертную, нематериальную душу. Но кроме этого, продолжает Кант, мы не просто стремимся к добру, а если делаем плохо, то обличаем и нашей совестью, но и хотим, чтобы была справедливость. А возможно ли справедливость в нашем мире? И почему мы к ней стремимся? Ведь если мы к ней стремимся, то опять же понятно, что уже по этой логике Канта она достижима. Невозможно стремиться к тому, что недостижимо. А что такое справедливость? Или, как Кант называет это, таким, идущим от Аристотеля еще термином «высшее благо»? Это единство, блаженство, то есть счастье и добродетели. может ли добродетельный человек быть счастлив? Вот вопрос. Точнее, даже не вопрос, это ответ. Он должен быть счастлив. Но при каких условиях это соединение добродетелей и счастье может быть достигнуто? Кант говорит при одном из двух или ты будешь счастлив и тогда будешь вести себя добродетельно или наоборот? Или ты будешь вести себя добродетельно и поэтому ты будешь счастлив? Первое положение, которое Кант называет тезисом, очевидно ошибочно. Хотя очень многие утверждают, что нравственность именно на этом опирается. Ведь действительно многие считают, что люди, скажем, в обществе воруют, потому что у них маленькие зарплаты, потому что большая безработица, надо как-то кормить детей и самому не умереть с голоду, но вот поэтому я и, извините, пошел на воровство. Но почему-то в той же самой ситуации другой человек лучше скажет, я умру с голода, но не нарушу эти высшие для меня заповеди. Так что не среда определяет, нравственной я имею в виду. Конечно, среда определяет. Кант называет такое поведение легальным, законным. Да, действительно, среда может и в обществе, где много рабочих мест и платят достойную зарплату, наверное, воровства меньше. Кто-то покачает скептически головой, скажет, почему меньше? Просто воруют по более крупному, миллиардами, а не буханкой хлеба, потому что человек определяется прежде всего внутренне, а не внешне. Так что первое положение, тезис, возвращаемся к Канту, ошибочно. Не может внешняя среда заставить человека быть нравственным. Нравственность исходит изнутри человека, от его души, от его свободной воли. Но что тогда остается? Остается антитезис. То есть человек должен вести нравственный образ жизни, и тогда он будет счастлив. Но где мы такое видели? Увы, в нашем человеческом обществе, неважно, какая страна и какая эпоха, порядочные люди, нравственные люди, как правило, самые несчастные, презираемые, их обманывают, их обманывают вокруг пальца, да и они сами не чувствуют себя счастливыми, потому что они видят все теневые стороны нашего общества, они несчастны от того, что люди другие страдают, они ничего не могут с этим сделать. Что ж, тогда нет справедливости? Нет соединения блаженства, то есть счастья, с нравственностью? А тогда почему мы ее ищем, если мы ее ищем, если мы к ней стремимся, то она должна быть, то есть она есть, и она может быть только при одном условии, замечает Кант, только если есть Бог, потому что сам человек не может достичь справедливости. Почему? Очень просто. Что такое счастье? Кант дает простое определение счастья. Счастье – это такое состояние разумного существа в мире, когда все в его существовании происходит согласно его воле и желаниям. Понимаете, все. Такое состояние человека, когда все происходит так, как ему хочется. Но, извините, я многое что хочу. Я хочу, чтобы не было голода, чтобы не было войн, чтобы не гнали христиан две тысячи лет назад, чтобы и в истории не было такого страшного преступления и других преступлений. Вы скажете, я слишком многого хочу? Ну, не я один, я думаю. Мы все этого хотим, иначе бы мы не осуждали гонителей, преступников, тех, кто развязывает войны, неважно, в какое время, в какой стране. Только в этом случае праведник, будет счастлив. Та самая мировая гармония. Понимаете, вот если еще можно вспомнить опять же великого Федора Михайловича Достоевского, который во всех своих произведениях над этим рассуждал. Братья Карамазовы, помните беседу двух братьев Ивана и Алеши. Иван рассказывает страшную историю, как мальчик крепостной играл в камушки и случайно попал в лапу любимой собаке помещика. На следующий день помещик заставил выстроиться всю деревню. Мальчику велел раздеться и бежать и натравил на него свору псов, которые растерзали мальчика на глазах всей деревни и его матери. «Что б ты сделал?» спрашивает Иван Карамазов своего брата Алешу, послушника, мечтающего стать монахом. Бледный от гнева Алеша кричит, «Расстрелял бы!» Иван смеется, говорит, «Где ж твое православное смирение? Где ж твое прощение и любовь к врагам?» И делает вывод, «Понимаешь, говорит Алеша, я ведь не Бога отрицаю, я Царствие Божие его не принимаю и билет в Царствие Божие покорнейше возвращаю». Почему? Вот я думаю, логика Ивана, умного брата, читавшего философские работы, наверняка и Канта, вот допустим, я порядочный человек, после смерти я попаду в рай, а там все счастливы, а у меня перед глазами кровавая драма, мальчик, раздираемый на глазах матери сворой собак. Я не могу быть счастлив, понимаешь, Алеша, не могу, и поэтому я не могу быть среди людей, которые счастливы в этом Царстве Божьем. Понимаешь, говорит Алеша, как же мир должен перевернуться, чтобы мать обнялась со своим обидчиком? Вот ответ. Мир должен перевернуться. А это возможно. Возвращаемся уже к Канту, который наверняка был таким вот поводом для рассуждений Достоевского. Счастье праведника возможно только в том случае, если есть Бог, потому что настоящий праведник никогда не будет счастлив, видя безобразие нашего мира. и поэтому это возможно только не в нашем мире, а в Царстве Божьем. И только в том случае, если Бог может мир изменить, сам праведник этого не может сделать. Поэтому само чувство нравственности и само требование справедливости в нашем мире подводят нас Кант и Достоевский вслед за ним к простой мысли. это возможно только если есть Бог. Если нет Бога, то нет ни объективного закона морали, нет ни нормы, которая обязывает нас этот закон морали соблюдать, нет ни чувства совести, которые просыпаются в нас тогда, когда мы этот закон нарушаем, и нет и надежды на справедливость ни в этом мире, ни в последующем. так что нравственность, совесть, закон, существующий в наших сердцах, не только интуитивно указывают нам на наличие Бога, но и строгая философская логика, как показывает Кант, также убеждает нас в этом. Субтитры